Абазинская общественная организация Возможности, которые испытывает сегодня абазинское общество Восприятие в рамках российского государства Какие проблемы существуют о них Какой план или видение, как это можно решить? Спасибо за вопросы Спасибо за интервью По поводу проблем абазин и абхазов Если говорить об абазинах То, если начать перечислять, я не знаю, когда я закончу Проблем очень много, как и, я думаю, у любого другого народа Малочисленного в Российской Федерации, наверное Или в другой части мира Основная проблема у нас То, что нас мало И мы не едины Даже те, у нас несколько десятков тысяч человек Мы не можем часто договориться друг с другом о единой работе О работе в одном направлении для достижения поставленных целей Очень часто у нас вот между собой бывают споры, конфликты Но иногда это приводит к хорошим результатам, когда в споре рождается истина Но иногда это не приводит к никаким результатам Мы просто топчемся на месте Стоит какой-нибудь силе работать для того, чтобы достичь чего-то Какого-то результата, созидательной силы То появляются тут же именно сами же представители другого Ну, наши же абазины И начинают противодействовать именно этой силе Вместо того, чтобы или помочь, или не мешать хотя бы Они начинают противодействовать этому Но с другой стороны, эта сила становится еще сильнее, когда она Да, да, да Ну, хотелось бы, чтобы мы все объединились для достижения наших целей Какие у нас проблемы? У нас мало, язык у нас исчезает у абазин Из сел абазинских тоже все уезжают Рабочих мест нет в селах Как и, в принципе, после распада Советского Союза Села во всей России, центральной, на Кавказе и в Сибири Везде исчезают И это нас тоже не обходит стороной А когда абазины выезжают в город, то теряется язык Он очень сложный язык И перестают на нем часто говорить и дома А после этого все, язык потерялся Самоидентификация тоже часто теряется Хотя, на мой субъективный взгляд Первичная именно самоидентификация Кто ты есть, абазин или нет А язык это уже после идет Допустим, как на примере еврейского народа Они потеряли полностью свой язык Но помня, что они являются евреями Помня свою религию, традиции, обычаи Они смогли через многие сотни лет Восстановить изначально свой язык Потому что они, живя в Германии, Испании В других странах мира Не считали себя испанцами Им не давали забывать о том, что они не являются представителями этих народов Они смогли восстановить язык То есть, это доказательство того, что первично самосознание Но все-таки, нам нельзя терять свой язык В этом большая проблема нашего народа То, что сейчас в семьях перестают говорить на родном языке Не только в городе, но сейчас это происходит и в некоторых абазинских аулах Поэтому, вот наш руководитель, Нусах Абалевич Экзеков И создал такую организацию, как Алла Шара Международное обвинение в содействии развития абазинно-абхазского этноса И мы приняли еще в 2013 году программу По которой, так или иначе, вот мы работаем И изменяя ее, добавляя, что-то убавляя Уже вот до этого года У нас есть курсы абазинского языка в городе, бесплатные На разные уровни Именно мы создали новую программу с учеными вместе Обучение абазинского языка, как иностранного языка Для людей, которые вообще им не владеют Для детей от 6 до 12 лет От 12 до 18 лет Для подростков И выше там базовый уровень Начальный уровень, базовый уровень и профессиональный уровень К нам, кстати, входят представители Это очень хорошо И других национальностей учат абазинский язык В основном это из смешанных семей, да Но все равно очень приятно Обучаются Вот последний у нас выпуск закончился 60 человек у нас училось Вот закончили они учиться В сентябре мы ждем новый набор На наши курсы языка Ну кроме этого У нас очень много других направлений Других мероприятий Способствующих именно Сохранению и развитию абазинского языка Допустим Мы переводим мультфильмы на абазинский язык Мы заключаем для этого Договора с студиями Московскими и Петербурга Для того, чтобы они дали нам разрешение переводить эти мультики Вот, допустим, такие как Лунтик, Иван Царевич и Серый Волк Три котенка для вот самых маленьких детей И сейчас вот на нашем канале в Ютубе тоже рекламирую свой канал Подписывайтесь на канал Алла Шара в Ютубе У нас есть мультики Тоже можете смотреть, скачивать Приглашаем всех Ну и у нас еще огромное количество мероприятий Нашей организации, которая, конечно, не решит полностью вопрос Пока люди вместе не объединятся Да, мы За то, чтобы Как Сахабалевич говорит Дать удочку, но выловить рыбу должны сами люди Потому что вся проблема У абазин, как у представителей Других народов России Так же, как и у русских, тоже в голове Вот, если мы сможем Изменить наше мышление на более позитивное Сформировать гражданское общество Которое сможет В ауле решать свои вопросы Тогда у нас не будет проблем Вот в этом и проблема в основном Если вот Основная проблема Отсутствие гражданского общества А вот, допустим, такой вопрос Возможно ли Как это проводить работу Или как-то Лоббирование, может быть, даже К тому, чтобы Допустим, язык владения языком абазинским Давало какую-то, допустим, преференцию Людям владеющим этим языком Или это пока сложно? Вообще сейчас, конечно, это сложновато Ну, допустим, в нашей организации Это является преимуществом При принятии на работу в организации Алашара Знание в совершенстве абазинского или абхазского языка Это преимущество Конкурентное при приеме на работу У нас в организации Потому что у нас организация Связана непосредственно с языком и культурой Вот, но у нас Работают представители других национальностей И они выполняют свои функции Не владеющие абазинским языком тоже Вот, преференции Вот в Абхазии есть У них, да, госслужащие Должны обязательно знать язык У нас такого нет По, как я знаю, пока по нашим законам Это является наоборот Запрещенным упоминанием Что вот знание языка требуется Даже вот в абазинском районе В других каких-то населенных пунктах Это является дискриминацией Если мы можем указывать, что допустим В администрацию села Принимать на работу только знающих язык Это незаконно По нашему российскому законодательству Наоборот Вот А так бы было очень желательно Чтобы такое было Хотя бы в абазинских населенных пунктах В абазинском районе При приеме на работу Если бы каждый госслужащий Сдавал экзамен на знание родного языка Ну да, хотя бы премирование получало Да Я, допустим, сам тоже Не в совершенстве пока Я владею абазинским языком Я тоже учусь Вот Я полностью понимаю родной язык Но не все выговариваю на абазинском языке Так как я тоже вырос в городе Вот У меня тоже Не все дома говорили на родном языке Из-за этого вот такая сложность возникает Ну допустим Сейчас уже вот Мое поколение Которое тоже Таких как я много Людей, к сожалению Вот Не знающих в совершенстве языка В черкесске Но Мы сейчас стараемся Хотя бы нашим детям Передать родной язык Вот у меня тоже Двое детей Они сейчас вот Знают абазинский язык Они им владеют лучше чем я уже Они вот посещают абазинский детский садик Алашара Ваули Псыш Вот я их специально с города туда вожу Чтобы они знали язык И таких как я много в городе Которые Даже сами не владея языком Стараются хотя бы Чтобы их дети знали язык Это очень Я думаю Позитивный момент Хорошее знание Разумно Ну Последнее вот по этой теме Тогда По материалам Допустим такие вещи как книги Художественные Да И переводы их И Выход допустим на цифры Ну вот как Есть допустим какие-то самоучители Электронного характера Переводчики Очень распространенная база Вот же Google Translate даже Как вы говорите Видите ли направление вот в эту сторону В книгах И в цифровой части Да Очень хороший вопрос Как раз сейчас мы Вместе С определенными нашими инвесторами Тоже создаем несколько приложений Для телефонов Для андроида и айфона Около 4 или 5 приложений будет На абхазском И на абазинском языке Для того чтобы Постепенно учить Вот молодежь Тоже через вот такие программы По поводу книг У нас тоже вот Каждый год Организация Лошара Издает около 4 книг Постоянно Каждый год Вот за последние годы Мы издали не знаю Несколько десятков книг Это все За счет Это книги Как исчезающие Почти полностью исчезнувшие Чтобы они Сохранились Хотя бы у народа Вот это Отдельное мероприятие По изданию Исчезающих книг Так и новые Книги У нас есть грант То есть каждый желающий До сих пор Он сейчас еще Мы собираем заявки Любой человек может подать Это и на русском И на абазинском языке Можно написать книгу Но главное Чтобы это было об абазинах А дальше экспертная группа Уже сама оценивает В соответствии с нашим положением Какая заявка побеждает И соответственно Сахабалевич Финансирует Издание новой книги На абазинском языке То есть здесь речь идет О новых книгах Что-то новое А имею ввиду Допустим Если брать переводы Ну вот известных Классических книг Это было бы здорово Да Об этом мы говорили Еще в прошлом году Тоже об этом поднимали вопрос Но пока мы Этим не занимаемся Но я думаю В будущем Возможно Мы включим это в нашу программу И тоже будем это делать Потому что действительно Очень много Есть интересных книг Которые Вот стоит перевести На родной язык Поэтому Да Хорошая мысль Надеюсь Что все ваши планы Реализуются Абазины Наконец-то Обретутся Это самосознание Которые Запустят этот механизм Абазин Это уже есть Самосознание Но мы бы хотели Сами вместе Учиться Я тут не претендую На роль Я тоже учусь Я сам Молодой человек Я ни в коем случае Не претендую На роль Какого-то Знающего человека Это вот У нас есть руководитель Мусаха Балевич И мы вместе Хотим Объединиться Вот единственного Нам не хватает Вот этого момента Ну Товарищ Чик Будем работать Будем работать Ладно Спасибо вам Спасибо Нам спасибо Спасибо Пока